Контрольная палата Социал-демократы. Они сочли, что партнеры по коалиции вероломно сговорились за их спиной. На минувшей неделе премьер-министр находился за пределами Эстонии и не был на пресс-конференции. В его отсутствие лидеры двух партий устроили скандал прямо на глазах журналистов. Закулисная история стала обсуждаться не в кулуарах, как было спланировано, а на публике. До сих пор нам удавалось найти достойных кандидатов на все европейские посты. Найдем и сейчас. Мы не должны торопиться. Решать проблему силовым путем. Лучшее решение мы найдем, если все спокойно обсудим. Найдем лучшего кандидата, представим его общественности, и все могут быть уверены, что Эстония достойно представлена в контрольной палате. Политические решения лучше принимать с холодной головой, а не с горяча. В общем, потихоньку пристроить однопартийца на работу в Брюсселе не удалось. Более того, пока незаметно, что партнеры по коалиции готовы хоть к какому-то компромиссу. Претензий к Юхану Парцу накопилась масса. Вызывает вопросы его деятельность по государственному субсидированию Эстония-НР, которую Еврокомиссия признала незаконной, а также спорные инвестиции в строительство новой сланцевой электростанции Ваоре. Сейчас специалистам очевидно, что они себя не окупят. И национальная авиакомпания объявлена банкротом, и строительство затрат на электростанции продолжается. Но ИРЛ тоже пошла в атаку. Кандидатуру Евроконтролера представляет министр финансов Севен Сестер, член ИРЛ и соратник Парца. И, проигнорировав мнение товарищей по коалиции, он сообщил, что другой кандидатуры не видит. Если мы оставим в сторону эмоции и просто четко будем разговаривать, исходя из, если мы берем конкретный кандидат, исходя из его ума и опыта, то все в сторону наверняка понимают, что Юган-Парцик конкурент на тот пост хороший. И учитывая то, что до сих пор все-таки говорили от уровня эмоций, то я ожидаю, что в ближайшее время мы больше конструктивно вокруг стола все-таки ведем переговоры. И именно переговоры в этом смысле, что если есть вопросы конкретные, то Юган-Парцик сегодня конкретный кандидат, и он готов ответить на любой вопрос. Скорее всего, это означает, что соцдемы, у которых меньшинство, должны смириться с кандидатурой Юган-Парца. Пока они этой готовности не проявили. Премьер был даже вынужден признать, что ситуация патовая. К тому же Европа, не понимающая наших вдунтельных противоречий, удивляется тому, что происходит, и почему Эстония никак не примет решение. Но же в марте будущий кандидат должен публично ответить на многочисленные вопросы европарламентариев. Но до этого ему могут поступить запросы от разных европейских структур. Проблема в том, что кандидат до сих пор не объявлен. Так что в реальности времени остается все меньше. И как стороны смогут выбраться из столь щепетильной ситуации, не уронив лица, пока не очень понятно. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.